Всем привет, с вами Прио. Сегодня мы обсудим немножко грустную новость, поговорим о ней немножко подробно и обсудим вообще абсолютно всё, что в целом могло нас ждать на Близконе 2020 года. Поехали. Самое первое. Событие отменено. Причина – мировая нестабильная ситуация, связанная, знаете, прекрасно с чем. Далее. Какие выходы из этой ситуации делает компания Blizzard? Ну, в следующем году, в начале нового года, будет некоторое онлайн-мероприятие, которое не будет уступать Близкону по масштабу проведения. Ну, это довольно-таки интересное заявление, но всё же, по идее, виртуальный билет, тот, который мы покупаем в тот момент, когда стартует Близкон, он тоже был бы неплохим вариантом и можно было бы Близкон провести и всё такое прочее. И то есть, абсолютно все бы просто купили виртуальные билеты и прекрасно бы его посетили. А вообще так, если подумать, что нас могло ждать на Близконе в этом году, то давайте подумаем. Касательно World of Warcraft, новое дополнение уже анонсировано, выйдет оно в четвертом квартале 2020 года. То есть, на Близконе о новом дополнении, ну, нам бы ничего не сказали, потому что ещё это не вышло. То есть, сказали бы просто, скорее всего, о каких-то грядущих обновлениях для Shadowlands, ну, и был бы некоторый формат вопрос-ответа. Далее, касательно обычного Warcraft, ну, там, может быть, чуть-чуть бы что-то интересное анонсировали, возможно, кстати, какой-нибудь псевдо-новый режим. Далее, касательно Харстоуна, ну, это, скорее всего, было бы новое дополнение. Касательно Diablo 3, ну, там, вроде бы, сезоны выходят и выходят. Касательно Diablo 4, разработано оно ещё будет, ну, так, годика через 3-4. Поэтому, может быть, какой-то бы показали первый пре-альфа-билд. Это было бы интересно, кстати. Далее, что у нас ещё получается? Hotz, StarCraft, Overwatch. Ну, да, там бы тоже что-то интересное показали, просто я в эти игры не играю, поэтому, увы, сказать ничего не могу. В целом, то, что Близкон переносит, не сильно ударит по комьюнити. Да, это печально. Но здоровье людей — это самое главное. Поэтому всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылках в описании. До скорого!